Мы сейчас вернемся в Саранск, где продолжается чемпионат России по фигурному катанию. На связи снова наш корреспондент Александр Абраевмов. Надеюсь, у нас удалось решить проблему со звуком. Александр нас слышит. Добрый вечер. Кто сегодня в лидерах? Да, добрый вечер, коллеги. Мария и Юрий. Надеюсь, что сейчас со связью у нас все в порядке. Действительно, сегодня в Саранске, в Ледовом дворце, второй соревновательный день на чемпионате России по фигурному катанию. Уже сегодня станут известны призеры чемпионата страны в мужском одиночном катании и в танцах на льду. Но все-таки главное событие сегодняшнего дня – это, конечно, короткие программы в женском одиночном катании. Именно в женском одиночном катании максимальная конкуренция. Сегодня девушки показывали короткие программы. Ну и вот по итогам первой части соревнований у девушек первое место занимает олимпийская чемпионка Пхенчхана Алина Загитова. За свой прокат Загитова получила сегодня 80,62 балла. Все элементы Загитова сегодня исполнила удачно, нигде не ошиблась и совсем немного не добрала до личного рекорда в короткой программе. В общении с журналистами после своего проката Алина Загитова была лаконична. Именно сейчас она претендент номер один на золото чемпионата страны. К чемпионату России мы очень много внимания обращали на программы и над стабильными прыжками, чтобы они были еще чаще и живые были выше. Есть еще куда стремиться, но прокатом я довольна. Второе и третье место в женском одиночном по итогам короткой программы занимают юниорки Александра Трусова и Алена Косторная. Здесь есть три существенных момента. Во-первых, они еще не вышли из юниорского возраста и чемпионат России. Это тот уникальный турнир, один из немногих, где на одном льду могут соревноваться и спортсменки юниорки, и представительницы, скажем так, взрослого фигурного катания. Во-вторых, ни Косторная, ни Трусова не претендует на попадание в сборную России на чемпионат Европы по итогам чемпионата страны. И поэтому даже если тройка призеров так и останется за Гитова, Трусова, Косторная, то ни Трусова, ни Косторная на Евро не поедут, и они себе прекрасно отдают в этом отчет. Ну и третий момент. Прямо сейчас тройка призеров – это все ученицы тренера Этери Тутберидзе. И, конечно, это будет уникальный случай, если тройка останется той же. Получается, что Этери Тутберидзе полностью выиграет чемпионат России. Прямо сейчас давайте послушаем наших юниорок. Взрослые катаются по-другому, и они уже более высокого уровня, они на взрослых чемпионатах мира, олимпиадах были. Я хочу только откатать свою программу чисто, потому что я никуда не отбираюсь. В целом я довольна. Прыжки я сделала, вращения я тоже сделала. К сожалению, была оплошенность на дорожке, скорее, потому что я уже по голове себя отпустила. Потому что я прыжки выполнила, вращения я в целом сделала. Ну что там, осталась дорожка. Такая, сейчас, вот, эмоции надо показать. Ну и, видимо, чуть большила. Напомню, что и Трусовы, и Косторная, это те наши юниорки, которые прыгают четверные прыжки. Но вот по правилам в короткой программе никаких четверных прыжков быть не может. Ну и, конечно, Евгения Медведева. Евгения Медведева короткую программу чемпионат России провалила. Женя получила за свой прокат всего 62,24 балла. То есть на 18 баллов меньше, чем у Алины Загитовой. И по итогам короткой программы Евгения Медведева занимает только 14 место. И, конечно, претендовать на попадание на пьедестал по итогам программы произвольной Евгению Медведевой будет крайне тяжело. Женя сегодня ошиблась дважды, очень грубо в самом начале проката. Сначала Евгения завалила каскад из-за тройного луца и тройного тулупа. Тройной тулуп она не докрутила. Но потом упала после двойного акселя. И после этого, конечно, все остальные чисто исполненные элементы никакой роли уже не играли. После своего неудачного проката на общение с журналистами Евгения Медведева не вышло. И, конечно, она сейчас максимально расстроенная. Более того, здесь в коридорах ледового дворца арена Саранск обсуждают, что, возможно, сегодня вечером или завтра утром Медведева может объявить о том, что снимется с произвольной программы на завтра. Но будем надеяться, что этого не произойдет. Все-таки публика в Саранске, как и вообще по всему миру, Евгению Медведеву очень и очень любят. О причинах неудачного выступления Евгения Медведева наверняка будут еще не один день обсуждать тренеры и специалисты. Но, возможно, что причина во взрослении в том, что Евгения Медведева слишком много начала думать о том, что кому-то надо что-то доказать, о том, что правильно ли она сделала, когда уходила к тренеру Брайну Орсеру. В любом случае, ее нынешний наставник сказал, что Медведева будет обязательно побеждать опять. Единственное, что надо немного подождать. Давайте послушаем Андрея Журанкова. Это эксперт фигурного катания. Он как раз высказался про неудачу Евгения Медведевой. Это такая большая драма, достойная, я думаю, там пера какого-нибудь большого писателя, потому что то, что сейчас происходит с Женей Медведевой, это ой, как все тяжело, ой, как тяжело. И тут все примешивается. И это сумасшествие, и все журналисты, и все специалисты, и весь мир как будто с ума сошел. Продолжение следует...